Первым делом для них самолеты. В минувшие выходные в Ульяновске отметили профессиональный праздник тех, кто всю свою жизнь связывает с авиацией. Уже который год в день воздушного флота России свои двери для всех желающих открывает одно из главных авиационных предприятий страны – Авиастар-СП. Торжество началось здесь чествование лучших работников завода. Я вас от души всех поздравляю с тем, что нам с вами удалось. Что нам удалось сохранить завод и развивать его. Что нам удалось сохранить образование и развивать его. Что нам удалось выиграть федеральные конкурсы и создавать сейчас огромный центр компетенции, который позволит нашим детишкам, которые здесь находятся, получить самое современное образование. Из рук губернатора Ульяновской области благодарственное письмо получила и Ольга Костина. Сейчас наш отдел занимается продажем реверсов на Пермь направляем и в том числе заказы, которые отправляем по кооперации. Ну и сторонние заказы для частных предпринимателей, малых предприятий и так далее. Я на сегодняшний день руковожу проектом 70М2. Это «Белый лебедь», будем так его называть, который будем делать для кассы Мини-Горбонового. Праздничная программа на «Виастаре» была рассчитана на гостей разного возраста. К примеру, для детей работали конкурсные игровые секции, аквагримеры. С помощью площадки Музея Эйнштейна юные посетители могли почувствовать себя настоящими химиками. Старшее поколение же наслаждалось игрой актеров и выступлениями творческих коллективов города. Почти каждый год я 18 августа бываю на «Авиастаре» в день открытых дверей, с удовольствием посещаю. Привозим сюда детей, внуков. Атмосфера такая радостная. Я хожу постоянно, но я работаю на заводе 40 лет уже. Хожу сейчас с внуками уже, раньше с детьми ходил. Очень интересная конструкция, действительно. Авианоделизм – это очень интересная профессия. Надо вникать в нее, действительно. Кто знает составные части, действительно, он радуется этому. Самый лучший завод «Авиастар», в котором был собран самый большой в мире самолет «Руслан». Нет, я не первый раз. Я постоянно прихожу на день открытых дверей. Мне очень нравится. Побываю только что внутри самолета. Очень все интересно. И всем присутствующим тоже, мне кажется, очень все нравится здесь. Основное действие традиционно развернулось в производстве окончательной сборки. Здесь все желающие смогли увидеть самолеты, которые выпускает Ульяновский авиазавод. Среди последних Ил-78М-90А – воздушный танкер или топливозаправщик. Это воздушное судно станет первым выпущенным в России. Ранее Ил производили только на территории Узбекистана. В отличие от танкеров, в кабину «Руслана» можно было зайти абсолютно каждому. Ан-124-100 предназначен для перевозки тяжелых грузов, максимальная масса которых может достигать 125 тонн. Вес самого самолета – почти 400 тонн. У нас уже как традиция завелась. Самолет стоит или здесь, или в аэропорту. То есть в любом случае, каждый год мы открываем грузовую кабину для посещений. И, по-моему, еще ни одного года не пропустили. После праздничную программу продолжил городской фестиваль молодежных творческих коллективов «Высший пилотаж», который проходит в Ульяновске в девятый раз. Выставка авиамоделей, мастер-классы, фотосессии, флэш-мобы, интерактивные площадки и национальная деревня – все это развернулось на проспекте Ульяновском, главной артерии Заволжского района. Конечно, он очень востребованный, очень красочный, очень масштабно проходит. Будут выступать 43 творческих коллектива. По старой доброй традиции перед праздничным салютом на День авиастроителей приезжают звездные гости. В этом году своим творчеством со сцены делилась группа Стаса Намина «Цветы». Принат Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok